Здравствуйте! В эфире информационная служба импульса в студии Дарья Литвин. Начнем с обзора ключевых тем дня. При госпитализации была диагностирована вне больничной пневмонии. 9 дней пациент провел на ИВЛ. Организм не справился с болезнью. В Новом Уренгое скончались мужчина и женщина с подтвержденным диагнозом COVID-19. Здесь будет несколько очень больших игровых интересных элементов. Также будут элементы для детей с ограниченными возможностями. Лучшие детям в микрорайоне Восточной появятся новые игровые и спортивные площадки. За 4 месяца 2020 года сотрудниками госавтоинспекции привлечено к административной ответственности 105 водителей. С нарушением требований ГОСТа. Новоуренгойских водителей штрафуют за тонировку. К сожалению, старания медиков и схемы лечения срабатывают не всегда. За сутки в Новом Уренгое два человека с подтвержденным диагнозом коронавирус скончались. Это 75-летняя женщина и 59-летний мужчина. У этих пациентов течение болезни было осложнено вне больничными пневмониями. Об этом сообщила руководитель регионального оперштаба Татьяна Бучкова. Женщина обратилась за помощью сразу, была госпитализирована. Уже в больнице спустя всего два дня ее состояние резко ухудшилось. Спасти пациентку не удалось. Мужчина обратился за медицинской помощью на пятый день заболевания, когда его состояние серьезно ухудшилось. При госпитализации была диагностирована вне больничная пневмония. Девять дней пациент провел на ИВЛ, но, к сожалению, его организм не справился с болезнью. Ямальские врачи бьются за здоровье и жизнь каждого пациента. И мы в очередной раз просим вас помочь им максимально воздержаться от контактов, быть внимательными к своему здоровью. На 20 мая в округе зарегистрировано 32 новых случая COVID-19. В городах и поселках прирост составил 22 человека. Основное число заболевших приходится на Новый Уренгой и Салихард. Это 11,9 человек. Еще по одному в Оксарке и поселке Тазовский. Также 10 новых диагнозов подтверждено у работников месторождений и производственных предприятий. За все время от коварного вируса на Ямале вылечились 282 человека. Собрание собственников помещений многоквартирных домов теперь можно проводить онлайн. Соответствующий законопроект в третьем чтении поддержали депутаты Государственной Думы. Теперь свое право высказаться жильцы могут реализовать на платформе ГИС ЖКХ. Для работы с порталом не требуется наличие квалифицированной электронной подписи. В условиях пандемии коронавируса вариант виртуального участия в таких собраниях особенно актуален. Кроме того, новый инструмент поможет собственникам реализовать свои права более эффективно. Сложилась большая практика, когда самой большой проблемой отстоять свои права собственнику не удавалось только потому, что невозможно было провести общее собрание. А именно общее собрание влияет на решения, от которых зависит, во-первых, стоимость услуги, качество услуги, объем выполняемых работ управляющей компанией. Сегодня эта процедура будет упрощена. Зарегистрировавшись в личном кабинете на ресурсе ГИС ЖКХ, открыв личный кабинет, можно будет принимать участие. В то же время хочу пояснить, если все-таки собственнику удобнее принять непосредственное участие, он об этом сообщает в письменном виде. Либо непосредственно принимая участие в соответствии с объявленной повесткой, время, место приходит и непосредственно выражает свою волю. Жители домов 64А и 64Б в микрорайоне Восточное обеспокоились тем, что в их дворе демонтировали детский городок. Как выяснилось, на месте снесенных игровых элементов установят новые и в большем количестве. На территории общей площадью около 1000 квадратных метров до конца лета должны появиться несколько спортивных площадок, а также игровых зон для детей разных возрастов. Продолжение темы в сюжете. Здесь будет детская площадка на территории 17-й школы. Внутри района будет детская площадка. Также здесь будет, как вы видите, очень красивое будет красочное резиновое покрытие травобезопасное с рисунками. Уже к концу лета все, что изображено на генплане, должно быть воплощено в жизнь. На этой территории площадью в 1000 квадратных метров будет построено сразу 7 спортивных и игровых зон. Площадки для футбола, баскетбола, волейбола – территория с разнообразными конструкциями для воркаута. Появится несколько игровых комплексов для разных возрастов, в том числе и для детей с ограниченными возможностями здоровья. Подрядчик компании «Ямалпромгражданстрой» начал работу со сноса старой игровой площадки. После демонтажа дорожного покрытия начнут земляные работы и зонирование территории. Мы уже демонтировали старый игровой комплекс, плюс демонтировали ограждения. Сейчас, как вы видите, идет демонтаж асфальтного покрытия, после чего будет уже заложен электрокабель для дальнейшего расключения. Мы предполагали начать в конце мая демонтаж, потому что у нас идет демонтаж дорожной плиты. Но сейчас все оттаяло, уже снега нет, грунт весь прогрелся. Из-за этого мы начали раньше. Срок сдачи объекта, обозначенный в договоре – конец августа. Однако подрядчики обещают справиться с работой раньше, чтобы детвора еще летом успела испытать новые горки и качели. Строители готовы трудиться и в праздники, и в выходные, используя каждый теплый день. Хотелось бы, конечно, людей попросить, чтобы проявляли терпение. Также здесь будут какие-то шумные работы. Мы просим извинения за это, что помешаем отдыху, возможно, выходные дни. Но постараемся сделать все в кратчайшие сроки и чтобы все было на высшем уровне. Участок рядом с домами 6-4 в Восточном – не единственный, где взамен старого детского городка появятся современные спортивные и игровые комплексы. Новые площадки обустроят в разных микрорайонах города. У нас в Дружбе началось благоустройство, реконструкция детской и спортивной площадки. Также будет еще в Восточном в районе, домов 1-1, 1-2. Также будет юбилейный в Двойках. Также у нас еще в плане Ленинградский проспект, 6-й, 8-й дом. Часть этих объектов пока в стадии электронных торгов. Как только будут определены подрядчики, везде закипит работа. Под контролем специалистов и уже имеющиеся площадки. После зимы специалисты детально осмотрели каждую из них, составили дефектные ведомости. В ближайшее время все выявленные недостатки будут устранены. Ксения Белозерова, Людмила Завгородняя, Богдан Жиделев, Служба новостей «Импульс». С начала года в Новом Уренгое за тонировку оштрафованы 105 водителей. Охота на темных рыцарей продолжается. С наступлением тепла автовладельцы спешат скрыться от настойчивых солнечных лучей за темной пленкой. Вот только клеят они ее зачастую с нарушением требований ГОСТа. Тему продолжит Мария Федорчук. В поле зрения госавтоинспекторов попадает тонированная «Тойота». Невооруженным глазом видно, что пленка на стеклах слишком темная. Возможно, она не соответствует ГОСТу, но полицейские все равно должны замерить, насколько она пропускает свет и составить протокол. Для этого необходимо водительское удостоверение. Но водитель категорически против его показывать. Мужчину возмущает такое внимание к себе. Вы можете убрать камеру? Они нашу работу снимают. Имеют полное право. Сейчас я своего адвоката вызову. Хорошо, называйте. Водительское удостоверение сначала. После нарушителю начинает казаться, что сотрудники госавтоинспекции не должны замерять прозрачность стекол. По его мнению, это вовсе не тонировка. А значит, любые манипуляции противоречат закону. Его недавно только приклеили. От солнца его приклеили. Хорошо. Я могу его снять. А он съемный вообще-то. Это не пленка. Я понял. Но все равно светополёт. Это не пленка, она съемная. Но свет, подождите, подождите. Подождите, вы... Я просто покажу. Это называется, знаете, оказание повиновения сотруднику полиции при исполнении... Она съемная. Я от солнца его приклею. Хорошо. Давайте мы ее замерим, и вы потом ее снимете и исправите положение. Хорошо? Водитель соглашается, и прибор показывает. Пленка не соответствует законным стандартам. На автолюбителя составляют протокол и выписывают штраф. Если тонировка не по ГОСТу, водителю придется заплатить штраф. Его сумма составляет 500 рублей. И вроде бы деньги небольшие, но если посчитать все вместе, то затрат выходит намного больше. Например, затонировать автомобиль вместе с лобовым стеклом в среднем стоит от 5 до 10 тысяч рублей. И в итоге набегает кругленькая сумма. А этому водителю повезло меньше. Ранее его уже ловили затонированные стекла. Составляли протокол, выписывали штраф и требовали снять пленку. Но водитель это проигнорировал. Теперь нарушителя отправят за решетку. Если водитель не устраняет данное требование, а также попадает в поле зрения сотрудников дорожно-патрульной службы, его действия могут квалифицироваться по статье 19.3 Кодекса об административных правонарушениях как неповиновение законным требованиям сотрудника полиции. За данный вид административного нарушения предусмотрен административный штраф от 500 до 1000 рублей, а также административный арест до 15 суток. К счастью, большинство водителей правила соблюдают. Кроме того, они считают, что такое нарушение, как слишком тонированные стекла, опасно. Я примерно не люблю тонированные. У меня, да, задние тонированные, а перед никак нет. Но вы считаете это небезопасным, да? Я считаю, тонированные – это опасно. Не тонированные – это небезопасно. Это нормально. Честно, плохо. Почему? Водителю плохо видно, и потом начинаются вот эти непонятки, недосмотры, ничего вот этого. Категорически все надо снять. Ваше категорически все. Почему? Нежелательно. Всего в этом году госавтоинспекторы выявили 105 водителей, чьи автомобили затонированы не по ГОСТу. Всем им выписали штрафы. Но это меньшее, чем можно поплатиться за нарушения. Слишком темные стекла могут стать причиной аварии. Мария Федорчук, Николай Александров, Андрей Мальцев. Служба новостей «Импульс». Невиновен, но с места происшествия скрылся. В Советском произошло ДТП с участием мотоциклиста. Обошлось без жертв. Водитель «Тойоты» нарушил правила и не уступил дорогу двухколесному транспорту. Произошло столкновение. Сразу после аварии байкер скрылся, бросив мотоцикл на месте происшествия. В ГИБДД возбуждено административное дело. Полицейские ищут владельца мотоцикла и устанавливают, кто им управлял. В эфире информационная служба «Импульса». Впереди вторая часть. Оставайтесь с нами. На переселение по программе «Сотрудничество» в этом году Ямал потратит 3 миллиарда рублей. В Тюмень и область переедут 1210 семей. Голосования и дебаты пройдут онлайн. Праймеры с «Единой России» за кандидатов в ямальский парламент стартуют 25 мая. Новоуренгойские агрономы ведут подготовку рассады. Газовую столицу украсят до 30 тысяч цветов. Теперь «Импульс» и в IPTV. Вещание 24 часа в сутки. Кино, новости, мультфильмы, сериалы, документалистика, ток-шоу, программы на любой вкус. Смотри «Импульс» – самый семейный телеканал. Сотрудничество в действии. В этом году на программу, которая объединяет Ямал, Югру и Тюмень, арктический регион потратит 30 миллиардов рублей. Это больше, чем было суммарно направлено за три предыдущих года. Одна из статей расходов – переселение ямальцев в более комфортные условия. С 2017 по 2019 включительно уже более тысячи семей из арктического региона переселились в Тюмень и область. Это те, кто трудился на окраинном севере более 15 лет и не имеет жилья за пределами Ямала. В этом году в рамках сотрудничества переедет еще 1210 семей. Отмечу, емкость строительного рынка соседнего субъекта позволяет и дальше наращивать эти темпы. Когда говорим о том, что ударный вот такой 20-й год, он на самом деле таковым является. Здесь на переселение уделяется 3 миллиарда рублей. То есть это просто колоссальная сумма и об этом, конечно же, надо говорить. И, безусловно, люди, кто будут переезжать, они заслужили, чтобы жить в более комфортных условиях. И они, конечно же, будут рады, что вот эта очередь, которая очень большая, в которой люди стоят очень долго, она вот шевельнется и шевельнется значительно. Но и мы не должны забывать о том, что у нас многодетные семьи получают в Тюмени земельные участки. Предварительное голосование «Единая Россия» за кандидатов в Ямальский парламент стартует 25 мая и продлится до 31 мая. В связи с эпид-обстановкой голосования и дебаты пройдут онлайн. За неделю северянам предстоит выбрать одного или нескольких кандидатов, которые достойны представлять интересы граждан в законодательном собрании округа. Сегодня заканчивается формирование списка. В него вошли 130 человек, которые выполнили все необходимые условия. Конкурс – шесть человек на место. Кандидаты, победившие на предварительном голосовании, будут участвовать на сентябрьских выборах депутатов законодательного собрания Ямала. На Ямале восстановили вертолетное сообщение по межмуниципальным маршрутам. Напомню, с 4 апреля по решению регионального оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции регулярно вертолетные и пассажирские перевозки в отдаленные поселки были приостановлены. Рейсы выполнялись только по согласованию с главами муниципалитетов. Ограничения не касались завозов поселки необходимых товаров по воздуху. Наши жители могут воспользоваться этим маршрутами без ограничения по вылету из муниципальных образований в Салихард. По возвращению будет регулироваться главой муниципального образования. Билеты можно будет приобрести как на сайте АСТ, так и в кассах, поселках или в аэропорту города Салихарда. Также хотелось обратить внимание к рекомендациям Роспотребнадзора при перелетах воспользоваться перчатками и масками. К другим темам. Африканская ромашка станет фавориткой клумб газовой столицы. В этом году город украсит более 100 тысяч цветов. Все они с особой заботой выращены в теплицах урингойского городского хозяйства. И хотя погода уже позволяет совершить переезд на клумбы, агрономы осторожничают и не спешат высаживать цветы. О благоухании лета репортаж Юлии Шарковой. Петунии, бархатцы, львиный зев и декоративная капуста. Эта компания из года в год цветет на новорингойских клумбах и радует горожан. Но в этом году к ним попали и новички. Газанию и тарению сотрудники урингойского городского хозяйства заказали для пробы. Пока не очень много – около двух тысяч семян. Чтобы проверить, как цветы из Африки приживутся на Крайнем Севере. Мы каждый год что-то новое покупаем, пробуем. Они подходят для наших условий или не подходят. А потом уже дальше сеем. Пока они растут, еще не зацвели. Будем смотреть, как они на улице будут свистеть. Вот, например, газания. Неофициально ее называют африканской ромашкой. На привычную российскую ее цветки действительно похожи. Только они будут очень красочными, желтыми в красную полоску. Сейчас теплолюбивая гостья чувствует себя хорошо. Период пикировки прошла успешно, как и другие цветы. Когда появляются третьи, четвертые настоящие листья, мы вот сюда в кассеты берем, набиваем землю, а потом по отдельности сюда рассаживаем. И потом они уже вырастают, начинают свистеть, а потом уже мы высаживаем их на улицу, в озоны для наших жителей. Всего в этом году в теплицах УГХ вырастили 130 тысяч цветов. Вот, например, антирину. В народе зовется львиный зев. По легенде, такое название цветку дала богиня Флора из-за ярко-красных, как пасть льва, цветков. А по соседству всем известные бархатцы. Они появятся на городских клумбах аж в 12 разных видах. Но все же самым популярным останется цветок из семейства посленовых. Вот в этом боксе растут петунии, самые проверенные севером и перепадами температур цветы. Поэтому их высадили аж 70 тысяч штук. Правда, на улицы города они переедут все равно не скоро. Лишь в 20-х числах июня. Несмотря на то, что этот май новоуренгойцев очень балует погодой, сотрудники теплицы все же опасаются, что заморозки еще вернутся. К тому же цветы планируют высадить к годовщине начала Великой Отечественной войны. И первой точкой, где украсят клумбы, станет площадь памяти. Всего в Новом Уренгое, Карачаево и Лимбеяхе появится более 50 цветущих островков. Юлия Шаркова, Андрей Мальцев, служба новостей. «Импульс». Новоуренгойцы, участвовавшие в онлайн-акции «Синий платочек», получают подарки. Организаторы вручают им текст всенародно известной песни в форме фронтового письма. Напомню, акция стартовала в канун юбилея Победы. Все желающие могли записать свое исполнение композиции, разместить в социальных сетях с использованием хэштегов «Нур-синий платочек-2020» и «Нур-9 мая». Данной акции приняло 167 человек. Ими оказались не только жители города Новоуренгой, но и жители из других областей и регионов. Такие как Волгоградская область, Ростовская область, Казахстан. И все платочки дойдут до своих участников данной акции. Мы будем оправлять их почтой и посылкой. Это все новости. К этому часу оставайтесь с импульсом. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова